Несколько лет в Красноярске на улице Профсоюзов 14 работал фирменный магазин «Мавр». Но сейчас двери закрыты, вывески нет. И, видимо, скоро продукции этого предприятия на красноярских прилавках станет заметно меньше. Либо она вовсе пропадет. По привычке красноярцы идут в магазин. Говорят, что здесь всегда был широкий ассортимент. Выбрать можно было палку вареной и копченой колбасы. Неплохого качества. Да и цена всегда была доступной. Сейчас от магазина остались только рекламные плакаты и вывеска о режиме работы. Похоже, что съехали отсюда недавно. Официальный комментарий о сложившейся ситуации никто не дает. В приемной по телефону нам рассказали, что директоров нет на месте. Кто-то на больничном, а кто-то в командировке. Однако в отделе продаж с новыми клиентами готовы сотрудничать. Работаем на нормальном режиме. Дима у нас, да, уменьшена, уменьшилась. Берем мы уменьшим. Мы много, чем раньше брали. Ну, как бы, вот, работаем по-моему. Знаменитая тушенка компании «Мавр» в крупных магазинах стоит на прилавке. Ее покупатели знают по яркой желто-красной этикетке. Не раз именно этот продукт признавали лучшим по качеству. Специалисты-маркетологи уверены, что ни колбаса, ни тушенка не пропадет. А если даже это и случится, то дефицита на рынке не будет. Уж слишком много конкурентов. Внутренние реорганизационные процессы, происходящие на предприятии покупателей, вряд ли как-то коснутся. Доля «Мавра» сейчас, ну, наверное, от 5 до 10 процентов в таком диапазоне. Если вдруг по каким-то причинам продукции не будет, наверное, покупатели и не заметят сильно. А приверженцы «Мавра» смогут переключиться и найти замену. Но я уверен, что продукция «Мавра» останется на полках магазинов. На сайте арбитражного суда Республики Хакасия появилось сообщение, что задолженность ООО АПК «Мавр» перед кредиторами составляет более полутора миллиарда рублей. Напомним, заявление о признании компании банкротом было подано компании «Промэнергострой» в начале июня. Суд признал банкротство и на предприятии на полгода введена процедура внешнего наблюдения. Следует отметить, что с момента введения процедуры наблюдения в отношении ООО АПК «Мавр» арбитражным судом в рамках дела о банкротстве принято уже более 30 заявлений о включении в реестр требований кредиторов должника на общую сумму более полутора миллиарда рублей. Как показывает практика, в интересах внешнего управляющего закрыть все долговые обязательства предприятия. Если шансов на восстановление финансовой ситуации не будет, то суд будет рассматривать вопрос о продаже имущества для погашения долгов. В Красноярском крае подобные случаи банкротства уже были. В нашем регионе когда-то закрылись Ужурский мясокомбинат, Енисейский и Красноярский. Аналогичная ситуация сколько угодно. За время существования закона о банкротстве только Красноярском суде арбитражном рассмотрено свыше 20 тысяч дел о банкротстве. Поэтому и канули в лето гигантские предприятия, без которых мы не представляли себе Красноярского края. Если верить сайту, компания «Мавр» — это крупнейшая агропромышленная компания «Хакаси». Как сообщается, она выпускает более 50 наименований консервов, 40 видов колбас и 30 видов деликатесов. Что стало причиной миллиардных задолженностей, пока сказать никто не может. Но, как говорят специалисты, рынок они начали терять не сегодня, а еще три года назад. Екатерина Погорелова, Евгений Чудин. Новости.